Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы приготовим желудочки в мультиварке. Для этого блюда нам потребуется 700-800 грамм куриных желудочков, 2 среднего размера луковицы, лавровый лист, черный перец горошком, соль, а также сметана и томатная паста. Желудочки перед приготовлением необходимо замочить хотя бы на 1 час в холодной воде. После того, как желудочки у нас полежали в воде, вот лишнюю пленочку, желтую, вот такую, если она есть, то ее снимаем, всю грязь тоже хорошо снимаем, убираем, подготавливаем желудочки к приготовлению. То есть необходимо будет хорошо промыть их от лишней грязи и вот от такой пленки. Все эти не попадаются. Желудочки я промыла, прочистила, они все чистенькие. Теперь лук мелко режем кубиком, морковь натираем на крупной терке. И желудочки режем на 3-4 части, не очень мелко, не очень крупно. Нарезаем лук. В это время, пока нарезаем лук, включаем мультиварку. На меню жарка. Так как мы будем обжаривать и лук, и морковь все вместе, добавляем время, ну, хотя бы до 15 минут. Нажимаем кнопку старт. Мультиварка сообщила о том, что она нагрелась. Наливаем небольшое количество растительного масла, буквально где-то столовую ложку. И отправляем туда обжариваться лук и морковь одновременно. Лук и морковь перемешиваем. И ждем, когда они у нас полностью обжарятся. И уже к обжаренному луку с морковью добавим желудочки. Прошло 8 минут. Морковь и лук обжарились. Теперь мы добавляем желудочки. Обжариваем все вместе до истечения 15 минут. То есть еще где-то 7-8 минут. 15 минут прошли. Теперь добавляем 2 столовые ложки сметаны. 1 столовую ложку томатной пасты. Если вместо томатной пасты вы используете цельные помидоры, то должно быть их в мякоти на полстакана. Я добавила полстакана воды. Дальше добавляем лавровый лист. И несколько перцев горошком. Все хорошо солим. Где-то не больше полутора. Чайных ложек даже чуть меньше. И перемешиваем. Так все хорошо перемешали. И теперь ставим на тушение. Закрываем крышку. Выбираем меню. Так, отключим предыдущий режим. Иначе ушел в подогрев. Выбираем меню режим тушения. У нас по умолчанию 2 часа. Чем дольше вы будете желудочки тушить, тем более мягкие они будут. Поэтому я добавлю еще 30 минут. Нажимаем кнопку старт. Вот такие желудочки у нас получились. Подавать их можно хоть с рисом, хоть с гречневой кашей, хоть с лапшой, хоть с пюре. Мягкие. Чем дольше вы их будете тушить, тем более мягкие они получатся. Приятного аппетита! Если вам понравился мой рецепт, не забывайте ставить лайк. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok